Всем привет! 7 часов утра, 20 июля, четверг. Сегодня мы отправляемся в семейные путешествия. Вот так вот опять забили багажник машины. Как настроение перед отдыхом? И в этот раз наш выбор пал на Ярославскую область, Рыбинский район. С моей стороны это вызвано, конечно же, прежде всего диким желанием реализовать рыболовные амбиции за несколько десятилетий утраченного времени. Кроме того, мы планируем посетить сам Ярославль. Время в пути по навигатору составляет чуть больше 5 часов. Уже чуть меньше. Ребята мужественно боролись со сном, но сон оказался сильней. Так, ну что же, проехали, ну где-то почти половину пути, чуть меньше. Такая вот живописная дорога, решили сделать привал. Отошел я пару метров, и вот такой вот красавец. Посмотрите, вот еще один, еще больше. Такие мы видели, продавались. Блин, я предлагаю минут 20 задержаться здесь. Давай, так мы не пойдем, блин. Мы покидаем город Углич. До места назначения нам осталось ехать около полутора часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 14 часов мы добрались. До места, ну, с учетом остановок на передышке всякие. В принципе, дорога была очень легкая. Нигде мы не стояли ни минуты. Дорога очень свободная. Значит, имеется парковка. И сразу такой небольшой минус. То, что наш пятый домик находится вон там он, предпоследний. Но к нему подъехать нельзя. То есть разгружаться мы сейчас будем вот отсюда. Грузить нам нужно, вот напоминаю. Вот такой вот немаленький объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пока мясо маринуется, пойдем сейчас на разведку. Погуляем по базе отдыха. Узнаем все за рыбалку, про прочие услуги. И обязательно, конечно же, вам обо всем тоже расскажем. Но самое неприятное все-таки случилось. Пошел как раз я закидывать удочки. И начался такой ливень. Так, ну, погодка установилась хорошая. Поставил я шашлык. Шашлык. Вот таким вот образом, традиционно, выглядит ужин нашего первого дня. Баранинка. Под коньячок. На улице еще довольно светло. Время начала девятого. Утром второго дня я решительно настроился на рыбалку. Но, как обычно, мне не удалось встать рано, как это подобает настоящему рыбаку. Поэтому прикормку для белой рыбы я готовлю лишь в 12 часов. Для этого я довел кашу пшенную до такой консистенции. И использую прикормку с чуваком, который очень похож на Гаррика Харламова. В метрах 300 от нашего домика находится вот такой вот пляж, который в силу погоды, как видим, не пользуется популярностью у отдыхающих. Но мы вроде бы как рискнули совершить этот безумный поступок. Ну, по крайней мере, наши дети. Они готовы. Настоящие мужики. Ну-ка давай, заходи. Ага. Ну, а я закину здесь доночку. Молодец! Это мужик. Ну и, конечно, колокольчик. Ну, вон, там наш домик. Здесь стояночка. А вот эта дорога ведет к спуску на воду. К удобному спуску, который оборудован специально для выгрузки, значит, катеров. Амбетра в 100. Вот этот спуск. Выгрузил лодочку. Ну, что же хочется сказать. Сегодня вышли на лодке вдвоем с другом. Натягали карандашей. Ну, так. Штуки три вытащили. Еще штуки четыре у нас сошло при попытке поднять его в лодку. Вчера вот с этого места, с пляжа, я вытащил две плотвички. Одна с ладонь, другая меньше. К другим детям не ломать. Ребята заняты глобальными делами. Вова. Что? Что вы строите? Автопарк. Эй, да, песочный аквапарк. Аквапарк. Ой, все мокрые. Ладно, надо убирать. Вот. Но погода сегодня просто сказочная вечером. Сейчас 19.30. Но, к большому удивлению, ни одной поклевки у нас сегодня не было. Это полная дичь. Даже мелочь не обжирает опарыша. Ну, в общем, время сейчас собираться. Клев был дичайший. Вот. Но карандашиков мы не будем, наверное, в кадр показывать, чтобы не вызвать гнев настоящих рыбаков. Потому как истинные рыбаки отпустили бы их. Но, ладно. Покажу одного. Ну, вот, типа такой. Главное, что у нас сегодня будет уха. А еще, что самое приятное, это был всего лишь наш первый выход на воду со спиннингами. И будем надеяться, что завтра мы не только повторим свой результат, а его улучшим. Как считаешь? По-любому. Золотой килограмм на два. Да, еще потом распилим. Так. Приготовление ужина второго дня. Там какие-то сосиски, сардельки. Для меня самое главное, что в этот вечер не обошлось без ухи. Так, эту печку я надеюсь, что все видели в моем прошлом видеоролике. Дети тоже балдеют на природе. Пока все очень здорово. Кстати, наши друзья заселились в домик напротив номер 4. Демонстрирую ингредиенты для нашей ухи. На мой взгляд, они выглядят просто прекрасно. Второй день мы пытаемся поймать рыбу. В принципе, есть результат. То есть, вот. Это уже поинтереснее. Ого, да! Крупная! Роме, крупная! Значит, сегодня взяли две такие вот. Там у ребят тоже небольшая. А также утром взяли еще побольше, поинтересней. Значит, двое суток работает исключительно вот на такую самую простую колебалочку. Пробовали мы и резинки, и воблеры. Короче, ничего не работало у нас лично. Имеется такой вот причал, где вашу лодочку совершенно бесплатно разместят. То есть, мне выделили номер 16. Сказали, что таким образом она будет даже под охраной. Ну, а вот улов второго дня. Не стыдно и показать. К нам приехали еще одна партия друзей. Поэтому ухи сегодня будет больше. Я соорудил такую конструкцию. Кроме того, если пройтись по территории базы отдыха минут 15, то можно набрать вот такое вот количество потрясающих грибов. Так, Вова, прокомментируй, что происходит. Происходит прекрасное событие. Жарим шашлык, варим уху, отдыхаем, балдеем, кайфуем с друзьями на суперкрутом месте. Дорогой, Саша, как тебе нравится это место отдыха? Ну, облизывай ложку. Только батут. Облизывай. Только батут есть? Хорошо. Иван, тебе нравится это место? Да. А почему такой грустный? Потому что ложку не дали облизнуть. Нет. Роман Николаевич, доложите обстановку. Я считаю, место неплохое. Все, не берите. А? Хватит уже. Кто, я? Я, Мама. Давай вместе сделаем это все. Дорогие друзья, мы продолжаем наш вечер. И мы берем еще одно интервью. Роман Николаевич, поделитесь вашими впечатлениями о базе отдыха, об отдыхе такого формата и что у вас на душе в целом. Извините, я в прошлый раз не смог договорить все, что хотел сказать. Поэтому, ну, я считаю, очень приятно, очень прикольно. Спасибо нашим друзьям, что они нас сюда позвали. Вот, жена хочет что-то добавить, она почему-то кушает. А, Светлана Владимировна. Извините, не могу. Да. Ну, тут без слов все понятно. Тут все без слов понятно. Это вот уха. Также на базе отдыха имеется отдельный пруд. Все говорят, якобы он зарыбленный. То есть, вот там вот речка. А здесь вот этот пруд считается платной рыбалкой. Здесь водится окунь, подлещик. Тоже видели. Ну, и говорят, типа вся рыба. Плотва и так далее. Берег пруда оборудован скамейками, столами. А также там есть место для разведения костра. И это здесь не запрещается. То самое костровище. Дров тут, кстати, полно валяется. Предусмотрительно собраны кучки. И за сутки, напоминаю, 500 рублей. Лех, ну как? Пока ничего. Наша компания присмотрела себе вот такой вот участочек. О, кстати, здесь можно тоже разводить костер. Быстрее. Вон эти дрова. Мы на няньках. Нормально. Не вздумайте выкидывать. Это мы. Это пивной подлещик. Вон, а что взял? На червяках. За барышей. Знаешь, как клевало? Мочно. Опять ты вытянул. Звание лучшего рыбака. Удостаивается Вова в этом путешествии. Товарищи, я хочу всем напомнить, что на 5 часов у нас заказана баня. О, клюет, клюет. Борется еще как. Это огонный. Опа. Стандартный пивной подлещик. Девчонки буквально 20 минут прошлись по лесу. Насобирали такое вот великолепие. И это все набирается на территории базы отдыха. А сейчас мы наблюдаем операцию по спасению блесны. Потому как рыбалка это прежде всего борьба. Больше было мытья. Итак, блесна спасена. Леха, аплодисменты сделайте. У-у-у. Вот такая Волга. Даже больше всего на эту хрень. Так, ну что, я думал там крупняк. Ну не, ну нормально. Ну а что, хрёвый? Заглатывает капец. Снимешь, пожалуйста, мне не охота. На этом платном пруду посидели. Такой вот улов. Завялю, может быть, еще что-нибудь удастся поймать. Третий день продолжается. С рыбалки нас прогнал дождик. Продолжаем готовить еду. Шашлычок с виной. И хочу поделиться своими кулинарными изысками. Вот, шашлычок мариновался самостоятельно. Я вот хочу попробовать вот так вот добавить в грибы. И сегодня вечером буду жарить грибы на своей печке. Так отдых продолжается самым ярким образом. Природа шикарная. Дарит нам и рыбу, и грибы. Ужин третьего дня планируется провести с острыми крылышками куриными. Свиной шашлык. А также жареные грибочки. Сейчас маринуются немного вместе с луком. На территории имеются две сауны. Цена сауны составляет 2000 рублей в час. Купель. Халатики выдают. Да, кстати, очень приятно, что выдают халатики. Халатенцы. Разумеется, набор халатенц. Простыней. Душ, туалет. Ох, сама парная. Хорошо здесь. Да, очень круто. Будем, будем парахнуть. Так, столик. Далее у нас имеется... Ух ты, выход на балкончик. Так, вот мы вышли на балкончик. Балдеем, короче, пошел дождь. Заморосил. Нам это максимально приятно. То, что мы правильный выбор сделали. И смотрите, какой красивейший кадр. Маяк освещается солнцем. Так, ну что, грибки пошли. Добавил маслице. Соли. Водичка выпарилась. Где-то минут через 30. Я уже ем. И наши грибочки... Очень вкусно. Рекомендую. Все смеются и типа скептически относятся к нашему грибному блюду. Вод, ты реально ешь? Ешь. Ты серьезно? Вкусно? Отлично, Оля, да? Не больше, они не говицы. Андрей, отлично все, что ты готовишь. Отлично. На пятый день нашего отдыха наши друзья нас, к сожалению, покидают. Мы оставимся еще на трое суток. Но мы решили обязательно провести турнир по стрельбе. Вот, демонстрирую наш арсенал. Кроссман 1377. Мурка. Это самая мощная винтовочка. Хатсан страйк там. И еще какое-то название, могу ошибаться. И две Хатсана Альфы. Стрелять будем на расстоянии около 20 метров по такой вот мишеньке. Пулеулавливатель моей собственной разработки. Очень хорошо себя показал. Если кто-то заинтересуется, он складной, прочный. У меня есть про него отдельный видеоролик. Мам, у нас все головы надеялись. Стрелять, стрелять. Думали, чтобы стрелять. А вы куда? Стрелять. Смотри, нижняя была раньше. Ну я тоже даже. По баночкам трут. Но там снимали. Мам! По баночкам. Десяточка. Так, опять прошлись по вот этим вот лесочку. Набрали вот столько грибов. Буквально за 5 минут. Включая такой огромнейший подосиновик, которого я никогда в жизни не видел. Деньги. 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 Друзья, уехали. Стало, конечно, чуть поскучнее. Но мы вот так вот выставили кальянчик. И продолжаем балдеть, отдыхать. Давай. Давай. Bye-bye. Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо за просмотр Всего доброго Так, товарищи, как вам понравилось на базе отдыха? Очень круто А тебе, Максим, класс? А тебе, Максим, класс? Класс! Ваня, а тебе? Класс! Ну, мне на самом деле тоже все очень понравилось Как и всегда Да